В гимнастах нет каникул. Если нужны результаты, а это победы в соревнованиях, то заниматься нужно каждый день, а то и дважды. Несмотря на то, что буквально на днях воспитанницы Елены Пилипенко вернулись из Иваново, сразу приступили к тренировкам. С этой поездки юные гимнастки привезли несколько медалей. Выступать на соревнованиях такого уровня достойны самые сильные гимнастки России. Они как образец работы тренера спортивной школы и всего города. Поэтому на девочках лежала огромная ответственность и художницей не подвели. В групповых упражнениях команды «Карамельки» выступали по второму разряду взрослому. В состав команды входят Симакова Полина, Азина Настя, Попова Марьяна, Богатыренко Лиза, Фатькина Марина, Лопатина Ксения. Девочки 2005-2006 годов рождения заняли третье место. Но и в личном зачете уссурийские гимнастки в числе лучших. Так София Супряга стала золотой медалисткой. Это событие для детской юношеской спортивной школы. Впервые на этих соревнованиях наша гимнастка заняла первое место. Выступала София в своей подгруппе последней, поэтому знала, сколько баллов ей нужно взять, чтобы опередить соперниц. Там же говорят баллы, я слышу баллы. У меня была самая высокая оценка. Ты обрадовалась или удивилась больше? Обрадовалась. Успешно выступила еще одна из воспитанниц Елены Пилипенко – Софья Красильникова. Она заняла четвертое место, но стала претендентом на попадание в сборную команду спортивного общества «Русь» для участия во всероссийских соревнованиях юных гимнастов. Я хотела попасть на юного гимнаста. У меня получилось. Сейчас я поеду в Николаевку на двор. Сейчас воспитанец детской юношеской спортивной школы – мастер-классы. Второй год их ведет старший тренер молодежной сборной общероссийской организации по художественной гимнастике «Русь» Наталья Симашкевич.